Это первая премьера молодежного по русской классике после целой череды спектаклей по произведениям современных авторов на актуальные темы. Впрочем, и в событиях, описанных Пушкиным в далеком 1831 году, а случившихся и вовсе 20 годами раньше, театр попытался найти понятные из сегодняшней молодежи мотивы. Здесь, наверное, главный посыл для молодых людей. Это как мы, молодежный театр, актеры тоже молодые. И современное прочтение классики происходит естественным путем, с сегодняшними голосами, в сегодняшнем темпоритме так назовем. И обращение к классике, если б я мог, я бы только классику и ставил. Почище метели кружат герои в повести и спектакле «Любовь». И эта любовная стихия во все времена особенно понятна молодым, чьи сердца распахнут и настишь. Нам кажется, что уже что-то обламывается, что-то ломается, но в итоге оказывается, что все случается так, как должно было быть, что некий промысел в этом есть Божий. И вот это, наверное, то, чего хочется в жизни и во что хочется верить. Но с другой стороны, как раз, это оказывается самым трудным. Пушкин – наше все. Слова Аполлона Григорьева давно превратились в идиому. Алексей Вольный и артисты молодежного на аутентичный смысл фразы накладывают современный оттенок. Театр должен быть созвучен с сегодняшним днем. Он всегда выражал и должен выражать и будет выражать сегодняшние актуальные мысли, сегодняшнюю позицию человека по отношению к миру. Нога его не будет никогда в их доме и просил забыть о несчастном, для которого смерть остается единою надеждой его. Ярослав Щедров, Максим Бажанов, Бахтияр Салтанов, репортер 73.